Казанск Казань как на ладони. О жизни, о футболе, о себе. И сегодня вместе с нами непростой герой, игрок, возвращение которого ждет вся футбольная Казань. Сегодня с нами Александр Орехов. Прямо сейчас мы вместе с ним направляемся на кухню. Это мне, да, приборщик? Да. Уже можно? Нет, надо подождать, чтобы прогрелась. Вы мне говорите, потому что я вам наготовлю. Это очень просто. Александр Орехов – центральный защитник Казанского рубина. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, дважды Суперкубка. В 2008 году один из самых высоких футболистов российской премьер-лиги стал игроком казанской команды и выиграл с ней все значимые трофеи в России. Александр Орехов играет на одной из самых важных позиций. Он – центральный защитник. Но, тем не менее, огорчить соперника забитым мячом при стандарте Александр тоже не против. Футболист, который с большим интересом относится ко всему новому. Будь то оформление красочного перформанса вместе с фанатами Рубина или поддержка команды на фан-секторе. Александр Орехов – один из немногих, кто всю игру с ЦСКА провел на фанатской трибуне и смог прочувствовать сам, как поддерживает команду самый шумный сектор стадиона. Встречи с болельщиками, автограф и фотосессии. Александр старается, чтобы о Рубине знал каждый и даже тот, кто не интересуется спортом вообще. На сегодняшний день центральный защитник Рубина проходит реабилитацию и мечтает скорее выйти на поле, чтобы вновь защищать и забивать, праздновать в полете галой команды и поднимать над головой новые трофеи казанского клуба. Александр Орехов – большой любитель морепродуктов. И к радости нашего центрального защитника, сегодня вместе с шеф-поваром Корстона, Зигфридом Вертом мы готовим паэлли с морепродуктами. А процесс какой у нас? Это вообще что у нас? Я просто даже не знаю, честно говоря. Это курица. Это курица. Цельная курица, срезины на 15 штук. Ну, мне кажется, все уже готово. Там пузырьки пряжут. Сколько мне можно положить? А, все полно? Да. Все кладем. Вот, прилипает к тому же. И немножко быстрее. А быстрее? А сразу нельзя все туда? Сейчас можно. Да? Да, если там сок нет, то сразу можно. Вот, 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 вот. Александр, а вы сейчас готовите дома? Вот честно. Честно? Никогда. Никогда? Нет, бывает такое, что у меня супруга уезжает, тогда приходится. Но это бывает очень редко, потому что, во-первых, у меня супруга очень хорошо готовит. Она у меня умница. А тогда что вы умеете готовить, разве не готовить совсем? Не, на самом деле я еще начал готовить в интернате. Жизнь заставила. А, да. Картошку, там, своеобразные салаты, там... Пригорит. Сейчас мешаете. А, все это мне надо делать, да? Да, это надо мешать. А сейчас что вы готовите? Сейчас у вас уже на отпуск уехала. Ну, все самое простое я могу, в принципе. Что-нибудь, рис, картошку, вермишель, это не проблема. А когда ленинг из пельменей, не покупаете в магазине? Пельмени, это самое быстрое, когда не хочется долго мучить. Пельмени, да, узкий пленок. Если я не буду мешать, это все прилипнет, да? Да, это все прилипнет, тогда никакой нам поэрии. Да, попробовать хочется. Кто будет речь на чеснок? Я, я буду режу чеснок, давайте. Руфин, и мне чуть-чуть оставь. Хорошо, оставь. Это я могу тоже. А вы расскажите, ну, пока, чем вас на базе кормят? Вот чем? Вот меня там ни разу не было. На базе наши повара тоже молодцы. Они готовят нам очень много, у нас разнообразие большое. У нас выбор салатов, наверное, видов 10. 10 видов? 10 видов, да. Есть такое. Потом мясное, наверное, мясо 2-3 вида, плюс котлеты 2-3 вида. Курица, рыба. Пельмени. Самое мое любимое блюдо. Язык. Язык есть? Нет, пельмени нет. Пельмени нет. Так, сейчас мы поставили рис. Рис. Да? Рис как всегда нужно посмотреть. Да? Сколько? Потому что я как всегда делаю это. Поль, два, один, как называется, вон порт рис, райс. А должен покрыться, должен рис, знаете? Еще половина потом. Да. Все, это можно поливать. Да. И вино. А морепродуктов на базе нет? Ими не кормят? Морепродукты есть тоже. Ну, конечно, таких креветок у нас нет. Вот тигровые. Это королевские, правильно я понимаю? А это тигровые. Да. Вот тигровые есть. Потом более маленькие, замороженные. Вот это они, правильно я понимаю? Это замороженные же. Да, да, да. Вот, вот такое у нас тоже есть. Мидии есть тоже. У нас салаты, в основном салатов. А есть ли какое-то такое блюдо, которое сметается сразу на базе? Вот красиво и нет уже. Торты. Торты у нас бывают только тогда, когда у кого-то день рождения. Только тогда. Вот. Вы же, я никогда не слышал, чтобы кто-то приносил торт. А это принято? День рождения? Это принято, наверное. У кого день рождения, он обязательно. Мне приносят три-четыре. На всех. На всех. На всех. А можно специи немножко? Я сама положу, что-то. Конечно, по счастью-то. А которые можно? Сейчас мы наготовим. Да, все равно. Лучше перец пока. Перец? Вот, вот. Этот вот. А прям руками или плоской? Да, конечно. Вот так. Где можно? На две руки. Мы же руки мыли. Так что можно. Мыли, да. Так, руками. Руками, руками. Давайте. Вы мешаете. Я буду сытить. И, наверное, еще чуть-чуть. У нас сейчас пригорит все. У нас не пригорит? Нет, нет, нет. Могу попробовать как рис. Нужно уже немножко или нет? Попробуйте как рис. Да. Я думаю, нужно немножко бульон поставить. Рис это вообще не готов пока. Паминчик. Не готов еще? Далеко не готов. Жесткий, жесткий очень. Жесткий? Ну, тогда еще бульон нам надо получать, да. Я хоть парень не капризный, но жестковато. Жестковато. Это мощно-мощно попробуем. Да. Да? Хактар рис поле-миней готов. Да. Я очень люблю чак-чак. Это у нас все. Мы сейчас детей тоже приучили. Ну, как, не то, что приучили, им понравилось, мы им покупаем. Просто мы стараемся как бы сладкого не так много давать. Он сладкий, потому что. Да, очень. А что-то вот из основных блюд? Треугольники. Треугольники. Это очень вкусно, но не полезно. Мягче уже? Нет? Ага. Но по вкусу очень вкусно. Ну, все равно, но еще не готов. Я как специалист. Ой, мама, я уже доверяю. Вот из-за этого я не люблю готовить. Когда приходишь голодным и хочешь покушать, а не можешь. Но если бы, честно, я был бы голодный, я бы такое съел бы. Все смело можно. Все. Да. Да, давайте. Будем, мы будем. Половина коров и очень... Половина? Да, половина. Ну, вот это... Это будет тяжело, конечно. Море будут, где все. Ой, как красиво. Рыба все. Так, вот, давайте. Вот, 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 вот. И рыба. Просто к нередке нет. Рыба тоже сюда. И рыбу давай сюда. А как, чем, чем, чем? Ложку я это... Руками. Руками все. Мы все повар. Да, мы все. Мне время, время надо. Все. Да, да. А мы это зальем чем-нибудь еще? Потому что тяжело мешать уже. Да. Все. Надеюсь, мне никто ругать не будет. Мне кажется, пересолил. Сейчас мы оценим. Сейчас мы оценим. Чеснок и масло потом. Это прямо туда мы добавляем? Да, да, да. Прям... Да, тут все хорошо. Я контролирую. Тихо. Хорошо. Вот весь рис, который сейчас мне попался, он весь мясе. Я тоже. Все. Давайте, да, накладывать на тарелки и пробуем. А, вот каким образом. Вот это красиво. Да, теперь попробуйте повторить. Что-то мне не помнишь, а? Давай еще одну тебе легкую. Не, можно собрать руками, нет? Нет? Шедевр. Все-таки нужно, наверное, профессионал довериться. А почему у меня расползло, что у вас нет? Тут мне интересно. Хоть еще раз посмотрим. Это секрет подсусти. Круто. Все. То есть сейчас нужно на 25-й этаж? Да. Давай. Это мы с тарелками, с кастрюлей. Мы вам надолго. А вот это я люблю, правильно. Вот. Спасибо, Рималь, шеф. Спасибо, Рималь, шеф. Спасибо, Сихаль. Надеюсь, у нас получилось что-то съедобное. Мне нравится. Нравится? На самом деле, хорошо. Замечательно. Но меня больше соблазняет вот эта креветка. Спасибо. Приятного аппетита. И вам того же. Вроде хорошо. Мне на самом деле нравится, хорошо. Вы давайте распробуйте, потом я задам вам вопрос. Один, который уже очень-очень давно всех интересует. Заходишь на форум, на гостевую, критиковую книгу. Заходите официальный сайт? Там есть гостевая книга. Ну, я много чего читаю. Гостевая книга, гостевая книга. Иногда попадаю там не то что. Понимаешь, в телефоне даже есть, закачано в трубе. Даже там я читаю, там все это есть. И там все спрашивают, а где Саша Орехов? Нет, честно, мне самому как-то не очень удобно. Потому что поспешил сказать, что я выйду тогда-то. Просто я тогда был более-менее уверен, что должен. Ну, а сейчас я понимаю, что со всеми этими обстоятельствами, что я пока не смогу. Но для меня самая главная задача, это чтобы я на сборах был. Ну, на сборах, чтобы я уже был полностью готов ко всему. Вот я полностью с ребятами должен делать все. Всю работу с мячом, физическую нагрузку полностью. И плюс к этому еще индивидуально буду работать. Пока у вас свой индивидуальный график, как я знаю. Да, да. На данный момент индивидуальный, который... А, он не изменился? Расскажите, пожалуйста, у вас там с утра обязательно в бассейн? Нет, поменялся. Он поменялся, можно даже сказать, кардинально. У меня каждый день... Ну, это мы плюс еще прибавили к тому, что было. Двухразовая тренировка с утра. Это мы всегда тренируемся с Вольвертом. Вот. Он по... Очень хорошо у него получается стабилизация. Ну, по стабилизации, по физподготовке трениров. Вот. Он как бы понимает. И меня уже давно знают. Мы с ним отработаем все время. Вот. И вечером, получается, индивидуально я сам. С его подсказками. Это... Версний плечевой и бег в бассейне. И еще с утра, помимо... После него я иду на поле бегать. Пока щадящий режим. 20 минут. Ну, с каждой... С каждой недели больше, больше и больше. Сильно вы мастаетесь к концу дня? Это же трудно. Не, ну, по идее... Мне самое главное, у меня боли нету. Это самое главное. Если боли нету, я уже понял. Даже на своем уже опыте. Я уже могу, в принципе, команду принять сам реабилитологом мой. Потому что надо отталкиваться от человека. Если у меня боли нету, то надо грузить по полной. Тем более, я еще хочу поиграть в футбол лет пять. Субтитры сделал DimaTorzok